Для того, чтобы наша страна стала действительно европейской и демократической, необходимы взаимопонимание, терпимость и доброта. Одним словом, толерантность ко всем людям, независимо от их взглядов и вероисповеданий. Что же включает в себя понятие толерантности? Как стать действительно толерантным? Об этом шла речь на мероприятии, которое прошло в Путильской районной библиотеке. Подробнее об этом далее в сюжете. Сегодня и сейчас – это время крайностей и противоречий. С одной стороны, во многом человечество достигло гигантских успехов. С другой – эти успехи превращаются в бедствия. И самое страшное на сегодня – утрата душевных свойств человека, отношения к труду, доброты, веры. И хотя чаще всего мы слышим об экономических проблемах, первопричиной является болезнь духа. 15 ноября в Путильской центральной районной библиотеке состоялось открытое мероприятие ко Дню толерантности – «Толерантность как путь в Европу». Ее сотрудники разработали и провели действительно актуальную встречу для студентов Путивщины, где рассказали о Всемирном Дне толерантности. Начало мероприятие Юлиана Бакатова – биограф читального зала, которая напомнила ребятам о таких вечных понятиях, как равенство, милосердие и доброта. 6-й листопада, как вы знаете, проголошено Днём толерантности, который щоречно визначается в всему свете. Его запровадили в 1995 году решением ЮНЕСКО. Также сегодня ухвалено было декларацию принципов терпимости. У нее идет по равенству всех людей, независимо от их, от их ростов, от их личности, от их личности или от их личности. Сегодня наш захват мы присвятим такому понятию, как толерантность. А наше завдание – научиться разъяснять толерантные и нетолерантные чинки, выявлять толерантные ставления одни к одному, а также вызначать уровень властной толерантности каждого за допомогу теста. Свою лепту в мероприятие внесли Виктория Привальцева, библиотекарь абонемента, которая отвечала за отдел справок. Лидия Кривсон – библиограф, занималась отделом исследований. Георгий Шатилин – руководитель Бюро безоплатно-юридической помощи. И Светлана Кривенкова – библиотекарь читального зала, познакомившая с книжными новинками по данной теме. Их участие сделало встречу более информативной и содержательной. Конституция Украины является основным документом нашей страны. От Конституции Украины пишутся нормативные акты, а саме законные, законные акты, різные нормативные акты на СЕО, значения за решением, сессии, районных, мельских, областных. В разделе 2 в Конституции закреплены основные права и свободы, которые имеют люди, которые имеют граждане. Основными их очень много, право и свободы. Кожа человек имеет право на жизнь. И ни одного из людей не может быть вызвали на данное право. Всем понятно, что каждая человек имеет право служить. Есть права, что каждая человек имеет право на освитие. Каждая человек в Украине, это цель нашей страны, чтобы каждая человек, чтобы сразу сталося освитой. И каждая человек, чтобы сразу, используется данной освитой. Это школа. Дальше идти, чтобы учиться, або использовать свои права, а не использовать. Каждая человек для себя ставит, хочет ли выкористовывать, для ребят провели интересный тест под названием «Являетесь ли вы толерантным?». Также они приняли участие в игре, где им нужно было придумать на каждую букву понятия толерантность слова, ассоциирующиеся с ними. А в конце мероприятия гостям было предложено всем вместе вырастить дерево толерантности, что тоже очень заинтересовало ребят. Толерантность сегодня – необходимая норма жизни. Ведь человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по жизни с особой долей спокойствия и умиротворенности. Такой человек не только счастлив, эмоционально уравновешен, но он, к тому же, крепче здоровьем и меньше подвержен болезням. У него сильная воля, хороший аппетит, и ему легче заснуть, ведь совесть его чиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова